Мыслей будет много. Финальная, в оконцовке сюжета. Но что поразило? То, что перемещения между двумя столицами, как Екатеринбург, а она столица Урала и Сибири, и круче Магнитогорска, как столицы металла в мире нет. Так вот, в ночь едут россияне. Причем их-то больше, чем на условных перевозках, не на условных машинах. Мы говорим про автобус, который, будьте уверены, доедет из пункта А в пункт Б. Потому что удобнее. Вечером сели, утром в Екатеринбурге находимся. Очень удобно. И в принципе красиво, да? Нормально. И застрахованы еще? Хорошо. Вот видите, даже нам сказали, что мы даже застрахованы. Мы не знали об этом деле. Теперь мы от вас узнали. А вы-то не знали. Так знаете, вы застрахованы. А вопрос о страховке как-то нет. В Каско и ОСАГО там страхуется только машина. Мы говорим о перевозчиках, но определимся. Это, по сути, только в России человек на своих двоих, на своем автомобиле мотается на пространство большее. Во всем мире на пространство большее, чем день, ездят только с остановками ночью. Особенно там, где день равен ночи. Там, где южнее, естественно. И самое забавное, что ЖД и авиа, и автобусы вас с лучшим обаянием и качеством довезут. Чтобы вы не доехали, но доехать необходимо. Это работа для всех. А качество услуг однозначно выше категории B. Вам нравится, да, когда вы ездите на автобусе? Да, конечно. А машина в квартире у вас есть, в вашей семье? Ну, у меня нет, но я еду к детям, там есть. Они живут в Екатеринбурге. То бишь, мы, когда едем на автобусе, это, по-моему, больше удовольствия. Знаем, что 100% приедем. Конечно, потому что ночью можно и маленько подремать, и как-то время как-то экономится. Мне нравится ночью ездить. Ездите на автобусе часто? Да, часто. Почему вам нравится именно на автобусе ездить? Безопасно. Быстро, безопасно, да? Да, да. А еще и можно попушить, правильно? Конечно. То бишь, я всем рекомендую для перемещения на длительной дистанции пользоваться проще, по-моему, автобусом. Да, ведь, чем, смотрите, вот вы едете спокойненько, да, у вас сидушки нормальные, ровные. Вы ездили когда-нибудь на Бальбалекаре? На чем? Вот эти вот эти, типа, перевозчики мелкие такие, которые там сидишь на полупопе. Ну, понятно. Да, было дело. Не нравится, да? Ну, там зависит от ситуации. Проще как бы на автобус ехать? Ну, конечно. Выбора другого не было. На самолете билеты закончились. На самолете закончились. Но, тем не менее, на автобусе 100% приедем. Ну, да, Блэбалекар-то уже не возят. Потому что у них проблемы. Не всегда можно доказать то, что точно уедешь, знаешь. А вопрос такой. Вы пробовали ехать на Блэбалекаре? Ну, да, я часто каталась. Есть определенные товарищи. Я когда езжу, то есть я всегда беру подвозчиков, понимаете? Я когда еду далеко, я в любом случае трачу деньги в том месте, где отдыхаю, естественно. Там сумма бывает гораздо больше, чем за сам переезд. И никогда не беру людей, допустим, если у меня заднее, то есть два места в сиденье, понимаешь? А есть же люди, которые там три места в сиденье. И получается езда в среднем полупопье бывает такое, да? У меня так было только в Ларгусе. Больше я с ними не каталась. Ну, неприятно, да, ведь? Ну, это было очень неприятно. А я в Ларгусе катался 6 часов. С Уфы до Магнитогорска. На полупопье. Я так зимой каталась в самом последнем ряду. Где-то два сиденья меня посередине посадили. Это было очень ужасно. Еще и в пуховиках. Почему все-таки автобус? Нравится? На автобусе нет, на самом деле не было на сегодня альтернатив. Не было альтернатив, да? В Блокарте мы курорт Транс тоже знаем, всегда ездят. Поэтому пришлось ехать на автобусе. Ну, как бы автобус удобно, согласен. Но долго, долговато. Чуть-чуть долговато, да? Но тем не менее, мы же знаем, что до Екатеринбурга это сколько бы добирались на поезде, да, ведь? Это же не быстро, это не тебе не ласточка, да, ведь? Да, согласен, конечно же. То есть, в принципе, можно и поспать, да, ведь? Можно и поспать, да. А вы знаете, что вы застрахованы? Вот этого нет, не знал. У меня возникает вопрос. Вот люди хотят уйти на айтишники, но айтишники же ничего не получают. Как они будут кушать? Вот этот самый дивный вопрос. Зачем? Мне кажется, это больше нравится, когда у человека качественная работа. Качественная работа – это в том числе и ваша работа. Получение категории Д. Так ли это? Да, конечно, это так, потому что сейчас категория Д, и молодежь не идет по каким-то, не знаю, причинам, странам. Категорию Д. И почему только вот мне сам вопрос задается. Они все мечтают, что они сейчас придут, у них будут бешеные зарплаты. Так ли это на самом деле? Или когда мы сюда приходим, мы получаем нормальную зарплату, на которую, в конце концов, можно купить и автомобиль, а можно и дом себе построить? Ну, зарплата, конечно, так-то нормально, жаловаться не на что. Ну, конечно, когда новенькие люди приходят, соответственно, все зависит от работы, от маршрутов и от всего, от всего. Ну, это все, и от стажа, и от всего больше. Часть зарплаты, все это зависит именно от этого. Вопрос такой, а вообще нравится ли вам, когда вам говорят спасибо? Ну, естественно, конечно, привезли, довезли, все, у нас пассажиры, в принципе, и так, и такие нормальные, мы привозим все, довозим, люди нам говорят спасибо, что нас хорошо привезли, что все прекрасно, но нам, конечно, это нравится. Кому это может не нравиться, когда говорят спасибо за хорошую поездку, вот, все мягко, комфортно и все прекрасно. Не знаю, как вы, но я отмотал, и в моем забугорном паспорте есть примерно 50 забугорных поездок. Так вот, когда я был забугром, я посмотрел, что после 9 часов вечера дороги, по сути, спят. Это было везде. То есть, ночные перемещения без пробок это быстрее и спокойнее, чем днем, это раз. В принципе, переезда 700 километров это ночь. Я понимаю суть железных и авиавокзалов, но мы не летаем рядом, а в некоторые места, чтобы отправиться на ЖД, денег улетит не меньше, чем в авиабилеты, и там по срокам это будет космос, 2-3 дня. И, честно, для перемещения внутри страны нужны автобусы, как воздух. Итак, тему 1 мы развеяли, тема другая у нас. Айтишниками встать первому встречному не придется. А как же питание, а как же перемещение? И что же делать, когда военной кафедры нет? Армия будет не сейчас, а через 4 года. Так может, проще, подумав головой, получить категорию Д? Когда люди говорят вам спасибо, это же интересно. Это очень хорошо. Когда люди благодарят. То бишь, давайте все-таки объясним, товарищи, после школы я бы рекомендовал всем все-таки полностью открыть себе категории. Правильно? Обязательно. Пригодится в жизни. Особенно категория Д. Теперь о самом главном. Наш автовокзал с нашими дорогами показывает качество. Я бы рекомендовал в городе уникальном сделать уникальное и более качественное средство общения. Между районными и областными центрами. Для этого много не надо. Когда у нас есть Китай с маленьким населением. В небольшом Китае все катаются на отличных автобусах. Я бы сказал, лучших. Так может, сообща продвинуть магнитогорский автовокзал, а? Это, в принципе, должно быть вам необходимо. Вы должны посмотреть, как внимательным образом мы сняли этот сюжет на профессиональную видеокамеру. Нет ни шума, нет ничего. Потому что это настоящая профессиональная камера стоимостью немалое количество US United States Dollars. И когда мне начинают втирать по ушам, проезжают. Обратите внимание, как это снимается. И как она работает. И вы должны понимать, что мы начали этот сюжет 6 июля и закончили 7. Криво? А то.